Если вам кажется, что 2020 был странным, то для пользователей iPhone 2021 год может стать еще страннее. В этом году мы потеряли с вами комплектный блок для зарядки и проводные наушники. А в следующем году мы с вами можем потерять что-то еще. И нет, речь не о разъеме Lightning. Сейчас все подробно расскажу. Всем привет, вы на канале Копейпаста, у микрофона Антон. Но перед началом небольшая реклама. Пока инфо-цыгане пытаются убедить нас, что кризис самое время для роста, ребята из Лэнсбэя не строят воздушных замков. Они разработали приложение, с помощью которого можно занять деньги в пару кликов. Этот формат подойдет для бизнесмена и для инвестора. Первый может оформить запрос на кредит онлайн. Второй вложить деньги под выгодные проценты. Кстати, приложение бесплатное, а также в него вшита функция заключения цифрового договора для оформления долга. Это защитит от невозврата денег, а автоматические напоминания позволят не названивать должнику. Приложение доступно на Android и iOS для владельцев российских номеров телефона. Ссылки в описании. Как сообщает портал MacRumors, со ссылкой на всеми нами любимого инсайдера Мин Чи Куо, выпуск смартфона в 2021 году в компании Apple запланирован по привычному старому сценарию. То есть, практически со стопроцентной вероятностью можно утверждать, что смартфоны линейки iPhone 13 нам покажут в сентябре 2021 года. В этом же году из-за пандемии компании Apple пришлось отложить запуск производства смартфонов до сентября. А показали нам айфоны в октябре, на отдельном мероприятии. К слову, самыми продаваемыми смартфонами линейки iPhone 12, по словам все того же Куо, является iPhone 12 Pro и iPhone 12 Pro Max. А вот iPhone 12 Mini, по сообщению ресурса My Drivers, установил антирекорд. Этот смартфон продается хуже всех смартфонов компании за последние три года. И это неудивительно, ведь за большими смартфонами как ни крути будущее. Но идем дальше. Портал 9to5Mac опубликовал сообщение опроса компании Apple среди португальских пользователей. В первом вопросе компании Apple интересуются у пользователей. Чем вас не устраивает Face ID? Из вариантов ответа. Проблемы с безопасностью или конфиденциальностью? Мне не нравится использовать Face ID. Медленная производительность. Он не нашел мое лицо в определенных обстоятельствах. Я предпочитаю Touch ID. Ненадежность или другая причина. И вероятнее всего, такой опрос может указывать на то, что в ближайшем будущем мы с вами увидим сканер отпечатков пальцев в смартфонах яблочной компании. Вообще, было бы круто дать пользователям выбор. Сразу два метода на выбор. Хочешь, используешь Face ID, а хочешь под экраны Touch ID. Это было бы по-настоящему смелое решение. Второй же опрос не менее интересный. У пользователей интересуются, используют ли они один из следующих предметов из комплекта поставки iPhone 12 Pro Max. Речь о наклейках, булавке для извлечения лотка для сим-карты, инструкции и кабели Lightning, USB Type-C. Также есть вариант, что я никогда не пользуюсь этими аксессуарами. И если отсутствие кабеля я еще переживу, то вот как покупать смартфон без наклейок я просто не представляю. Шутки шутками, а ситуация вырисовывается не очень позитивно. Ведь вполне вероятно, что смартфоны линейки iPhone 13 будут поставляться вообще без ничего. И такие опросы компания проводит явно не просто так. Все дело в том, что перед тем, как убрать блок для зарядки и наушники в смартфонах линейки iPhone 12, компания провела аналогичный опрос. Таким вот способом Apple собирает данные, а потом делает какие-то решения. А как вы относитесь к тому, что в ближайшем будущем все производители будут продавать только смартфоны, без проводов, зарядных блоков и гарнитуры. Ваши мысли по этому поводу мы, как и всегда, ждем в комментариях к видео. Все комментарии мы читаем, а на самые интересные с радостью отвечаем. Ну и самое главное, что вы можете сделать, это подписаться на канал и нажать на колокольчик, чтобы не пропустить выход свежих видео. Ну а я пошел кушать мандарины. До связи! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok